Привет, Владимир! Ну что? Ну вот много экономической всякой лабуды нападало. Под лабудой я подразумеваю в том числе и послание Владимира Путина, где он как будто пообещал всем триллиард вообще каких-то денег. Значит, не очень понимаю, где он их собирается искать, но может быть ты сегодня приоткроешь завесу этой тайны. Ну и много всяких статистики тоже появилось, которые не демонстрируют какого-то убедительного роста и каких-то убедительных экономических перспектив российских. В общем, расскажи, пожалуйста, на что ты обратил внимание за прошедшую неделю. Да, всем привет. Ну давайте, наверное, начнем с того, что я проиграл спор. То есть мы с Майклом периодически здесь делаем пари на курс рубля к доллару. И вот тогда на горячке, значит, когда я выиграл первый, что доллар стал дороже 100 рублей, то вот мы поспорили, что к первому марту будет 200. 200 не случилось, поэтому переходящие вот эти наши 100 баксов возвращаются к законному хозяину. Но еще не вечер, и я думаю, что мы этот разговор продолжим после 17 марта, потому что, ну, видно, что они очевидно удерживают курс к выборам. Он опять стремится, вот там штурмует вершины. Чуть-чуть откатился на минувшей неделе, там чуть ниже 92 закончил. Но, на самом деле, вот того масштабного укрепления, как они нам обещали, не случилось. И я напомню, это на фоне практически стопроцентной продажи валютной выручки экспортерами. Так что долго им держать вот это все не удастся. Еще не вечер, вернемся еще к 200. Вот, но действительно, эта неделя была очень урожайная на самую такую разнообразную статистику. И в том числе, вот она, кстати, очень интересно ее сопоставлять с тем, что Путин говорит. Потому что, в принципе, реально такая картина, на самом деле, становится более выпуклой. И я, давай начну с инфляции. Это наша такая постоянная тема. Она не спадает. То есть, вот прошло две недели с момента выступления Набиулиной, где она сказала, что она видит, значит, какими-то своими сенсорами, там, какой-то дезинфляционный процесс. Но ни хера мы его не видим в статистике. То есть, вот на минувшей неделе с 20 по 26 февраля инфляция снова ускорилась. То есть, она уже теперь 7,6 составляет. И никак вот не возвращается в какой-то контролируемый Центробанком коридор. Вот опять мы делаем такой чарт, на какие товары в основном растут цены. Надо сказать, что огурцы наши, которые мы много обсуждали последние пару недель, они даже чуть-чуть подешевели, видимо, достигли, как это говорят экономисты, спросовых ограничений. Народ уже перестает, видимо, покупать по таким ценам. Но, тем не менее, рост по огурцам все равно 29% с начала года. Зато за ними подтягивается капуста. Почти уже догнала. Вот даже такие очень милые заголовки в официальной газете «Комсомольская правда». «Правда, я купил капусты и в карманах пусто». То есть, видно, что, смотри, это не то, что там, помнишь, яйца, курица, огурцы. Это не то, что это один товар и там аномалия. Видно, что все те же самые проблемы, большая зависимость от каких-то импортных компонентов при производстве, это есть во всех других группах товаров. Очень интересный момент на последней неделе. После овощей и фруктов пошли подтягиваться другие вещи, типа мясо, масло, там вот уже рост 2-3%. Я не стал сюда добавлять, просто чтобы не перегружать эту табличку, но очень сильно на многие лекарства растут цены. То есть, вот уже 4-5% с начала года. Это довольно высокий инфляционный фон по широкой номенклатуре товаров. Кстати, вот интересно, что резко скакнули цены на авиабилеты, 7,5% рост на перелет эконом-классом с начала года, по данным Росстата. Ну, то есть, на самом деле, соответственно, больше. Это абсолютно предсказуемо. И вот помнишь, мы с тобой обсуждали, и ты вот говорил, что авиаперевозки смещаются в сегмент, менее доступный для рядового россиянина и становятся таким премиум-услугой. То есть, на обычную зарплату хрен слетаешь. Ну, и вообще, я, знаешь, после наших сводок получаю огромное количество фидбэка, что вы все обсуждаете Росстатовскую инфляцию, а это бессмысленно, потому что, на самом деле, она выше. Все верно? Мы обсуждаем минимум. То есть, даже по этому минимуму все равно картинка выходит не очень радужная для российских официальных лиц. С чего уж говорить про реальные показатели, которые, конечно, по разным видам номенклатуры и отраслям могут в 2-3, а то и в 4 раза превосходить официальный Росстатус. Да, все верно. То есть, мы здесь говорим, во-первых, о минимально признаваемых властями самими цифрах. И они не маленькие. То есть, это уже очень высокие цифры роста цен. И это те цифры, которые используются при принятии официальных решений по той же ставке. То есть, мы просто сопоставляем, что они говорят по ставке, и что на самом деле не видно. Вот это вот то, что Инна Биулина говорит, какое-то там снижение инфляционного давления. Ну, нет его. Более того, из всех этих цифр видно, что инфляционное давление начинает нарастать уже по широким группам товаров. И это не просто какая-то аномалия с овощами и фруктами в начале года. А это дальше пойдет по всем остальным ключевым товарам широкого употребления. И вот я, знаешь, решил дать здесь график. Я все время возвращаюсь к Рамиру. Рамир – это такая социологическая служба, ориентированная на потребительский рынок. Можете сами зайти, посмотреть. У них много цифр на сайте ramir.ru. И вот они дают такой индекс FMCG – Fast Moving Consumer Goods. То есть, это товары повседневного спроса. Там не только продукты, но, грубо говоря, все, что вы видите в пятерочке. И вот здесь видно, что рост с начала полномасштабного вторжения за два года, рост цен на товары повседневного спроса – 55%. А за минувшие три года – практически 200%. То есть, за три года цены выросли в два раза. Поэтому, когда вам кажется, что цены растут быстрее, чем официальная цифра инфляции, вам не кажется. Это, конечно, вопрос и к Росстату, и к методологии. Мы здесь пытаемся… Но это не вопрос. Ответ на этот вопрос есть давно. Мы вообще видим, сколько всяких данных закрывают с момента полномасштабного вторжения. То есть, у нас там, если раньше было много-много статистики, по которой можно было бы хотя бы примерно выявить реальное положение дел, то есть, сейчас все позакрывали к херам, осталось там два-три индикатора. Но даже эти два-три индикатора не показывают той радужной картины, в которой нас пытаются убедить. Ну и вот мы здесь… Важный момент такой методологический. Мы здесь вам стараемся показывать разные. То есть, не на одну какую-то цифру ориентироваться. А вот смотреть разные источники. В том числе и соцопросы, и в том числе и обзоры Центробанка по так называемой наблюдаемой инфляции, которую видят население и бизнес. Она, конечно, тоже выше. Вот поэтому, сопоставляя все это, ну что, мне кажется, картина получается довольно ясная, да, что инфляция превращается в такую главную и очень устойчивую экономическую проблему. Она никуда не уходит. И попытка вот ее остановить, как в анекдоте, 100 раз-два, значит, просто поднятием ставки, ну вот не работает. Уже там больше полугода прошло, не работает это дело. Вот. Можем обсудить послание Путина. Честно говоря, знаешь, там были интересные вещи, которые остались за кадром общего комментария. Например, он назвал цифру. Он сказал, что в текущих цифрах роста ВВП 90% это высокотехнологичные сектора экономики. Он как бы пытался и этим похвастаться. Но мы-то знаем, что кроме военки каких-то особо работающих высокотехнологичных секторов у нас нет. У нас вся остальная экономика довольно примитивная. То есть, это фактически признание того, что 90% вот того роста ВВП, о котором мы говорим, ну а мы это просто показывали здесь на цифрах Росстата в прошлые выпуски. Он сам сказал, что 90% вот этого роста ВВП это просто тупо военка. Ну, он хотел похвастаться. Ему просто так вот написали, как красивыми словами, значит, это описать. Как, знаешь, Центробанк формулировал отрасли, не работающие на потребительский и инвестиционный спрос. Это называется военное производство. Ну, в общем, короче говоря, мы-то понимаем. То есть, он практически признал, что все те цифры роста, которыми он хвастается, это военка. Вот, да, она, конечно, высокотехнологичная, но она в то же время и не производительная, потому что она ведет все к уничтожению того, что производится на поле боя. И не на поле боя, а при атаках по гражданским объектам Украины, как вот мы сейчас видим. И никакого мультипликатора экономики это не дает. То есть, ну вот произвел ты снаряд, и все, и дальше что? Тебе надо ждать новые деньги из бюджета, чтобы произвести новый снаряд, чтобы опять его взорвать. Вот, это не экономическая цепочка. Это вот как раз та причина, почему высокий военный ВВП не ведет к дальнейшему развитию экономики. Ну и в целом, знаешь, он конструирует вот это абсолютно уже просто совсем параллельная реальность, которая не имеет никакого отношения к тому, что на самом деле происходит. Ну вот две вещи, это опять вот это пятое место в мире. Да, просто, ну я не знаю, он причем все время вот так говорит, что мы обогнали Германию, вы просто съездите в Нордрейн, Вестфалию, да. Одна, одна земля только ФРГ, да, только одна. И просто посмотрите, ну она реально больше всей российской экономики. Это вот просто факт. Это можно убедиться собственными глазами, да. И вторая история, мы уже много раз это обсуждали по паритету покупательной способности. Если ты в Руанде получаешь доллар в месяц и можешь купить там бататов и весь месяц их есть и не умереть с голоду, да, это не значит, что у тебя в Руанде высокий уровень жизни и большая экономика. То же самое и здесь. И, кстати, из-за всей этой инфляции наш ППС будет проседать. Он не будет увеличиваться. И вторая история, вот это и с бедностью, с бедностью самый простой трюк. То есть, инфляция разгоняется, а порог бедности они индексируют медленно. То есть, вот, например, у нас сейчас порог бедности, установленный Росстатом, 14,5 тысяч в месяц. То есть, типа, если вы получаете уже 15 тысяч в месяц, вы уже богаты по классификации Владимира Владимировича Путина. Вот такая вот. А огурцы в это время 500-600 рублей за килограмм. А 15 тысяч, это значит, что вы уже не бедные. Вот такая. Я напомню тебе, что 17 тысяч по Путину, это уже средний класс. Это просто. Ну, то есть, это надо вот людям, конечно, объяснять. Я думаю, про это надо ролики делать и так далее. Просто все понимают, как он врет. Но на многих людей очень сильно, конечно, действует, когда показываешь это на цифрах, как он врет. И он, когда он особенно, знаешь, когда он говорит, что у нас снизилась бедность, а при этом там вот на самом деле вот это все, то есть страна наоборот... Поменяли тактику подсчета, насколько я понимаю. То есть, по старой она только увеличилась. Она, видишь, я еще говорю, что здесь очень простой трюк. Они просто не спешат индексировать порог бедности в связи с инфляцией. То есть, просто если чуть-чуть... Вот там инфляция растет, зарплаты вынуждены тоже за ней как-то гнаться, да. А порог бедности оставили, значит, на старом уровне. Бац, вроде как и число бедных там уменьшилось. Ну, то есть, это такой трюк для дураков, откровенно говоря. Ну, вот это надо, конечно, объяснять людям. Что там про эти триллионы? То есть, вот все там посчитали, сколько он обещал триллионов. Да, он же только и делал, что обещал. Здесь, говорит, денег дадим. Здесь денег дадим. Регионам всем простим все долги. Еще дадим денег. Ну, то есть, не знаю, столько денег нет ни у кого, по-моему, в этом мире. Вот, значит, в чем здесь хитрый трюк тоже? Что он все время, когда все это обещает, он говорит до 2030 года. Но это как бы считается, типа, вот конец его следующего президентского срока. То есть, он не говорит, мы дадим прям завтра триллион, да. То есть, помнишь, вот как наш Минфин финансирует расходы бюджета, они держат их весь год, и только в последние недели декабря, значит, эти триллионы. То есть, если Путин говорит, что мы потратим триллионы до 2030 года, значит, это верное дело, что как минимум до 29-го они это будут придерживать, если вспомнят вообще. Потому что время так бежит, что или шаг сдохнет, или и шаг. То есть, это фактически воздух. То есть, он не обещает ничего. Мне кажется, еще большой аванс сделаешь Путину. То есть, ты говоришь, что он в целом планирует эти деньги реально выделить. Но мы знаем по опыту, в том числе, майских указов легендарных и кучи прочих херни, что это не просто воздух, это просто сотрясание воздуха. Что он просто говорит, что это ни к чему не привязано. То есть, мы пытаемся найти какие-то обоснования, хитрые схемы, а как будто бы он просто такой, ну вот вам триллион, и вам триллион, и все. Обещать не значит жениться. Да, вот в том-то все и дело. Не, я не то, что ему верю, а я просто, вот если даже допустить, вот если допустить, что они все это выделят, он так это подает, что он оставляет им большое пространство для маневра. Когда выделить, там, сегодня или через шесть лет, там, это мы еще, там, типа, посмотрим. И вот ты правильно важную вещь сказал, что все эти его обещалки надо анализировать с учетом опыта прошлых лет. И здесь вот есть два момента, реально. Первое, что это было и в двенадцатом году с первым там вариантом майских указов, и потом в восемнадцатом году, да. Первое, действительно, что у нас есть уже большая история, он не первый год у руля сидит. У нас есть большая история вот этого наебалова, я извиняюсь. То есть, он реально вот обещает, обещает, потом ничего этого не делается. Наступают какие-то такие обстоятельства, понимаешь, как все, в связи с известными обстоятельствами. Когда надо вот затянуть, понимаешь, пояса, да. И все вот эти вот, то, что вот он навалил вот эту кучу всяких разных цифр и так далее, ну, уже есть два больших опыта. Опыт двенадцатого года и опыт восемнадцатого года, когда это все потом зиллиард раз пересматривается. То есть, это вот не значит ничего. Это вот момент первый. Момент второй. Мы сейчас с тобой вернемся там к ярким кейсам типа самолетов, все это построено на только одной лишь модели. Что есть вот государство, которое такое само, оно только один актор, там и мамка, и папка, вот гермафродит такой, понимаешь, да. Вот оно всем раздает где-то здесь денежку, где-то льготу. И вот только на усилиях вот этого одного государства что-то должно вырасти. По-моему, уже вот прошло столько времени и примеров конкретных, что ясно, что на государстве это не растет. Вот тебе, пожалуйста, гражданское авиастроение создали, ну, такие уж пафосные госкорпорации, столько сотен миллиардов вбухали, ни хера не получается гражданский самолет у них российский, да. Ни двигатель, там, ни композитные материалы, ничего. Ну, и таких примеров, на самом деле, очень много. То есть, это заведомо мертвая, не работающая модель. По сути дела, основным получателем вот этих вот денег, о которых он говорит. Не, они 100% что-то выделят, да, то есть, они много выделят на эти все программы. Но, условно говоря, бенефициаром будет Чемизов. Чемизов себе купит очередную квартиру за 20 миллиардов, да, там. А самолета не будет. Вот как, вот уже столько раз мы проходили всю эту сказку, что сложно. Я вообще, честно сказать, я вот не вижу, как бы, людей, которые особо этому верят. Может быть, Настя Ивлеева, вот, там, очаровалась этими, значит, всеми. Да, она не верит больше всех. Ну, то есть, типа, у нее-то явно это, скажем так, в рамках некоторого, так сказать, масштабного извинения, а не в рамках того, что вдруг она уверовала в невероятные обещания Владимира Путина. Это, знаешь, все равно, что говорит, что Собчак тоже написала большой пост, типа, вау, какое хорошее послание. Я не шучу, ребят, я не прикалываюсь, если что, вы можете сами пойти посмотреть. Она написала, типа, вау, какое классное послание. Вот, наконец-то, типа, деятельно. То есть, все это расплата за голую вечеринку, все это абсолютно понятно. И я действительно тоже, знаешь, самое показательное, мне кажется, ладно не верят, мы с тобой не верим, да, люди, у которых память не три секунды. Ладно не верят люди, граждане России, которые всего этого говна за 23 года насмотрелись и тоже хихикуют. Ладно не верят западные какие-то каналы, которые тоже не стали обращать на это сильно внимания, только там кусок про ядерное оружие показали и все. Но не верят даже люди, которые сами в этом зале сидят. Ну, то есть, типа, кто спит, кто телефоны роняет. И неофиты, типа, там, Z-воинкора Сладкова, он такой, ну, видимо, он на этих мероприятиях не часто бывает. Он такой, как же можно спать, как же можно спать, когда вещает наш светило, когда программа на 6 лет. Да потому что все знают в этом зале, что это просто, ну, как бы, неправда. Что это совершенно, я просто приличные слова подбираю, что это никаким образом не будет даже попытки как-то к этому приблизиться. Да более того, Володь, мне кажется, вот, если все взять и посчитать, то даже если мы с тобой представим, что Владимир Путин и все остальные, вот, прям, правда, из штанов полезешь, чтобы все это сделать, ну, не бьется как будто, ну, нет этих денег, ну, нет, куда их взять, или я где-то не вижу их. Нет, все верно, и вот мы сейчас с тобой, сейчас будут цифры, например, по февральскому бюджету, вот, мы с тобой говорили здесь, что они запланировали какой-то такой замок на песке в виде бюджета 24-го года, ну, не получается у них, нет у них вот этого роста доходов там и так далее. Ну, то есть, это верно, да, и эти вот чуваки-то, они точно все, потому что они как раз знают кучу закрытого материала о том, насколько это все плохо и насколько это не работает, поэтому это вообще такая одна большая потемкинская деревня грандиозных исторических масштабов, ну, ничего из этого не соответствует действительности. И вот, ну, основная моя мысль, что опять, он опять пытается только еще в более гипертрофированном варианте продать вот эту тему, что чиновники придут, выберут какие-то проекты, здесь дадут льготу, здесь дадут денежек, и вот на этих чиновниках у нас вырастет какая-то охранительная экономика. Ну, сколько, сколько лет уже это все продолжается. Я, знаешь, вот, я хочу сказать, что когда вот сейчас решетник министра экономики, он где-то в Эмиратах выступал на конференции, комментировал это послание, вот его спросили аж, каким результатом экономическим будет это все. Он говорит, ну, мы выйдем, вот, внимание, не падайте со стула, мы выйдем к 2030 году на рост ВВП в 3%. Блядь! Это серьезно, что ли? Это сказал, это Решетников, министр, путинский министр экономики. Понимаешь, у нас раньше была, значит, цель догнать и обогнать Португалию по уровню жизни, а сейчас у нас цель к 2030 году выйти на 3%. Господи ты, боже мой! Я даже, ну, всерьез, даже без слез просто невозможно это все слышать. И, знаешь, я это слышу всю жизнь. Я помню, как мне родители рассказывали, как Хрущев, значит, строил у нас коммунизм к 1980 году. Потом Горбачев к 2000 что-то обещал. И вот этот переходящий 2030 год, он маячит перед нами, как это, в Алисе в Зеркале, там, варенье на завтра. А можно его съесть сегодня? Нет, потому что оно на завтра. Но, слушай, но 3% роста к 2030 году, ну, это значит, что не работает ничего. Это просто вот признание, капитуляция собственного поражения. И, кстати, вот еще такой момент. Потому что основным драйвером нормальной экономики, конечно, должны быть частные инвесторы. Ну, Россия закрыта, просто забудьте для частных инвестиций. Это вообще, нас это не ждет, пока Путин жив, пока война продолжается и вот это все. Так вот, он при этом, в принципе, понимает это дело и частному бизнесу хочет какой-то сигнал послать. И говорит, вот в этом своем послании, что мы должны, вот просто на голубом глазу, частным инвесторам обеспечить гарантии неприкосновенности частной собственности. И параллельно национализирует Челябинский электрометаллургический комбинат. Это просто происходит в одно время. И вот эта вся тысяча зомбаков, которая сидит, его там слушает и спит, она это все знает. Ну, то есть, вопрос отсюда, вывод. Мы сейчас про ЧМК еще поговорим. Ну, вывод, вот чего стоят вообще все вот эти слова, когда он просто врет вот в режиме онлайн, что мы не будем трогать частных инвесторов, когда прямо сейчас у крупного частного бизнеса забирают активы. Да, похоже на правду. Еще какие-то были вещи, которые, ну не знаю, которые бросились тебе в глаза, которые ты бы хотел прокомментировать, либо в связи с посланием, либо дальше пойдем. Ну, вот смотри, я хотел провести такой мостик, что в целом, вот даже пока вот еще раз, пока он это все говорит, вот вышел, например, текст на Коммерсанте со ссылкой на Институт народно-хозяйственного прогнозирования Академии наук, которые говорят, что они пересмотрели очень резко, всего за месяц, с января на февраль, они пересмотрели прогноз роста ВВП на этот год, был 1,6, стал 1,2, то есть за месяц на четверть срезали прогноз роста. Почему? Вот очень важный момент, Путин очень хвастался вот этим военным производством, что оно сейчас является драйвером развития и так далее, но оно драйвером быть перестает, потому что даже вот экономисты из Института народно-хозяйственного прогнозирования, они говорят, что достигнут предел выпуска оборудования и изделий на действующих мощностях. Вот я хотел с тобой об этом отдельно поговорить, помнишь, мы говорили... То, что ты, да, то, что ты отвечал, оно, видимо, близко к правде. Да, вот про замедление, резкое замедление производства в военной промышленности. И у нас здесь есть вот три категории, это электронные оптические изделия, это готовые металлические изделия, это оружие и боеприпасы, и это прочие транспортные средства, это боевая техника, то есть танки, самолеты и бронетехника, да. Вот, и вот видно, вот смотри, вот этот график показывает, что они могут поддерживать высокие темпы роста только в электронных и оптических изделиях. И туда, кстати, дроны проходят по вот этой всей классификации, да. Все железо, то есть оружие и боевая техника, все, они выходят на плато, никаких прошлогодних темпов роста в 30-40% там уже быть не может. И вот на этих двух следующих графиках видно, вот что по оружию, что по боевой технике, видно, что темпы роста очень резко снизились по сравнению с прошлым годом. То есть они вышли на некий пик производства. Почему? Потому что для того, чтобы увеличивать выпуск, нужны новые производственные линии, для этого нужны станки. Станков у нас не делают. И более того, по очень многим позициям их не делают даже в Китае. Поэтому вот они вынуждены были, в частности, окольными путями ввозить тайваньские станки, да. И помнишь, была вот эта история, как немцы там через Турцию поставляли там что-то, да. Вот, то есть для них, вот это я всем коллегам на Западе говорю, вот, друзья, вот бросьте все усилия на это. Это критическая проблема сейчас. Если вы лишите их доступа к станкам, то это значит все. А более того, станки изнашиваются, и там нужно обслуживание, и замена тоже компонентов и так далее. Если вы проследите за тем, чтобы не было обслуживания действующих станков, а они, блин, все западные. То есть там огромное количество западного оборудования работает, на котором вот это все оружие сейчас производится, да. Вот это вот, да, вот это в принципе типа Кащеева игла. То есть если перекрыть им каналы получения компонентов и оборудования, вот именно для поддержания производства, это сильно повлияет на их возможность выпускать оружие, боеприпасы, танки и так далее. То есть мне кажется, видно уже, вот Путин как раз хвастался этой военкой, а в это же время эта самая военка замедляется. Видно, что вот это его такая очень-очень большая слабость. Так что мне кажется, сейчас вот если говорить о санкциях, надо все усилия бросать на это, перекрывать им каналы вот этого серого и черного импорта, всего, что связано с военным производством. Ну то есть, короче говоря, моя теория в принципе подтверждается. Военка сильно замедлилась, кроме электронных и оптических изделий. Здесь им гораздо легче все это делать. Потому что база ниже изначально. Это не такое сложное производство. Это не такое сложное производство. Казалось, что электроника это как раз для России самое сложное, нет? Смотри, электронику проще завозить. То есть здесь вот сложность как бы вот этого всего подсанкционного импорта, она состоит в чем? Что какие-то относительно массовые и простые компоненты завозить просто. Те же чипы можно там, я не знаю, в чемоданах возить, да? А вот завести реально крупную, сложную, уникальную какую-то единичную вот единицу большого оборудования. Ну то есть, прикинь, станок для производства стволов, например. Ну это песец какая история. То есть она traceable, ее просто видно, да? Вот из космоса, грубо говоря, да? Вот, поэтому здесь вот история в том, что да, у России со своей электроникой проблемы, но электронику в целом завозить гораздо проще, чем оборудование для производства железа. Вот, то есть, короче, вот в железе они будут проседать сильнее всего, и вот на это сейчас надо навалиться. То есть, на мой взгляд, понимаешь, это очень хороший признак, потому что вот сейчас все вот это вот нытье там, что Путин выигрывает там и так далее. Вот это не показывает, что Путин выигрывает. Это дело показывает, что он в принципе держится из, условно говоря, последних сил. То есть у него не только по деньгам есть ограничения, но у него есть серьезные ограничения по производственным мощностям, что признают в том числе, вот пожалуйста, вам институт Академии наук прям открыто об этом пишет. Ну это то, что я хотел бы донести, я не понимаю, как донести до Запада, до многих людей, потому что мое глубокое убеждение заключается в том, что Путин разыгрывает очень большой блеф, что вот все, что сейчас делается, это все один большой блеф, как с точки зрения линии фронта, где просто все силы кидаются на то, чтобы максимально в единицу времени показать какой-то результат, причем силы расходуются и стачиваются колоссально. То есть в перспективе, если это на годы, то просто не будет возможности восстановления, но все хочется показать сейчас, и то же самое с экономикой, которая типа накачивается из закромов, но эти закрома не то что не бесконечны, а как бы они очень конечны, и видно, насколько они конечны. При этом реального роста экономики нет, зато есть пиздец, какой реальный рост инфляции. И вот все это в совокупности как будто выглядит как большой-большой блеф, на который, к сожалению, многие, как я вижу, ведутся. И вот как-то я хотелось бы понять, каким образом продемонстрировать, оголить весь этот блеф, чтобы люди поняли, на Западе в особенности, что сколько бы Путин не строил из себя, что у нас все хорошо, все готовы воевать, экономика справляется и прочее, что на самом деле за этими заявлениями ничего практически не стоит. И мы видим, что реально максимально бездовно. Кстати, его заявление одно тоже хочу, чтобы ты прокомментировал, что, ну, мне оно показалось саморазоблачающим немного, но тем не менее. Значит, где он говорит, что, ну, понятно, как Запад развалил Советский Союз. Типа его втянули в гонку вооружений, в которой Советский Союз потратил все свои ресурсы и развалился. И тут хочется сказать Владимиру Владимировичу, так ты понимаешь, что ты делаешь? Ну, типа, тогда остановись. Но дальше он продолжает. Говорит, вот мы, в отличие от Советского Союза, мы, короче, не тратим все ресурсы на гонку вооружений и на военку. У нас, говорит, нормальный гражданский этот рост. Вот как ты оцениваешь его слова? Соответствуют они действительности? Действительно Россия ни в гонке вооружений, ни тратит огромное количество ресурсов на военку? Ну, вот это, ты знаешь, вот это звучало максимально тупо, да? То есть, когда человек увеличил военные расходы до максимума с советских времен, да? То есть, мы даже вот последние там 30 лет мы близко не подходили к этому уровню, да? Вот. И тут он увеличил военные расходы до максимума 6% ВВП с перспективой на больше, да? То есть, очевидно, вот мы идем в эту сторону. Он же сам, по сути, говорит, что 90% прироста экономики – это, ну, военные отрасли, давайте называть вещи своими именами. При этом, типа, не дадим нас втянуть в гонку вооружений. Ну, нет, там таких шизофренических противоречий очень много. Но, знаешь, здесь вот, мне кажется, тоже говорит старик Фрейд, потому что Путин, в принципе, он где-то понимает сам, что вот эта модель, она не имеет перспективы, и что она конечная. Поэтому вот то, что ты сказал, он сейчас максимально пытается разогнать вот этот блеф, психическую атаку, деморализовать всех. Я выигрываю, у меня все получается. Ну, знаешь, я довольно много делаю. Я написал вот большой доклад для центра Уилфреда Мартинса в Брюсселе вот по вот этим всем эффектам санкции и военке тоже, и куда надо бить, да. Поеду с ним, вот буду на этой неделе в Бухаресте на съезде Европейской Народной Партии, потом в Страсбурге. Я везде, у меня большой такой тур запланирован, где я все это дело подробно расскажу людям, которые понимают и знают, и участвуют вот в выработке всех этих решений. Так что будем пытаться переломить. Вот напишу тоже пару статей где-нибудь, там, я не знаю, в Атлантик Каунселе или где-то про вот это все, будем переламывать. То есть, мне кажется, очень плохую работу делает вот такая как бы категория нытиков на Западе, которая раньше времени, не разобравшись, кидается писать статьи, что все плохо. Все достаточно тревожно, но, тем не менее, у Путина есть фундаментальные слабости. И время требует того, чтобы их идентифицировать и в них прицельно бить. Да, да. Причем из-за этого нытьязма, ну, получается такое самосбывающееся пророчество. То есть, они ноют, что все плохо, из-за этого они демотивируются для того, чтобы осуществлять необходимые действия. И в итоге все действительно становится чуть хуже. И вот это самая большая, как мне кажется, опасность. Ну, да ладно, давай вернемся к Росстату по другим каким-то направлениям, помимо военки. Может быть, там есть какой-то свет в конце тоннеля для российской экономики? Ничего там никакого света особого нет. И да, действительно, Росстат выпустил большой сборник. Это первый сборник уже данных по Новому году, по январю месяцу. Ну, и видно, что. Вот мы смотрим там на традиционные показатели реального сектора. То есть, промышленность чуть лучше, чем в декабре. Но, опять же, здесь вот не забывайте, что основным драйвером все равно является военка. Все остальные сферы из реального сектора экономики в минусе. Сельское хозяйство опять в минусе. Кстати, это тоже связано с ценами на овощи и фрукты, например. А грузооборот транспорта в минусе. Надо понять, почему. Но грузооборот железнодорожного транспорта рухнул почти на 10% в годовом выражении в январе. Это серьезно. То есть, это такой... Ну, вот посмотрим еще, что там произошло. Действительно, ты прав. Очень закрытая вся информация. Но вот открытая вот эта цифра есть. Как правило, грузооборот железки является таким серьезным опережающим индикатором. То есть, не зря вот эти все прогнозы о замедлении экономики пошли. То есть, видимо, это отражатель общих процессов. Мне кажется, что по идее бизнес должен начать сильно успокаиваться на тему того, что вот эти вот схемы через Китай и Казахстан нас как-то спасут. Потому что это дорого. И там моржа в лучшем случае нулевая. Я думаю, моя версия. Вот проверим в дальнейшем. Что, как бы, видя, что это все не очень прибыльно, народ просто там сворачивается и перестает возить. Интересно. Посмотрим. Пока эта гипотеза нуждается в проверке. И еще такая вот яркая циферка, которую я вытащил из сборника Росстата свежего. В январе 2024 года рост реальных пенсий 0,1%. Ну, рост, Володь. Ну, рост. Ну, растут пенсии. Ну, то есть, вот такая вот, когда вы будете говорить про Путина, там, Собчак, Ивлеева, вот эти все прекрасные обещания, вы помните, вот они там, индексацию, мы все проиндексируем. Вот вся эта индексация сжирается инфляцией. Просто в чистый ноль. Вот такая вот. И ноль. Не в ноль. В ноль стоять один. Ноль один. Все-таки. Ну, что ты грешишь, грешишь, например. Да, да, да. Так что, в принципе, если смотреть на все это дело, то никакого... Я не вижу, то есть, ничего. Нет никаких признаков какого-то оживления. Наоборот, есть замедление по целому ряду параметров. Видно, что все их индексации... Ну, вот они запланировали на этот год 7,5 по пенсиям и 9,8 по зарплатам бюджетников индексацию. Ну, что это такое? Ну, то есть, понятно, что это ничего. Все это дело будет просто съедено инфляцией. Поэтому все его обещалки на этом фоне выглядят, конечно, так себе. Вот. И еще интересно из Росстата по бензину. Помнишь, мы вот ждали... Да, кстати, там же еще какое-то решение про запрет на экспорт было. Вот, вот, вот. Они, к сожалению, Росстат дает данные по производству бензина в задержке типа месяц. То есть, они вот 26 февраля выпустили за январь только. Вот, но в январе, тем не менее, снижение производства бензинов в России почти 6%. Это очень серьезно. И это как раз вот связано со всеми этими авариями и ударами дронов. Но это прежде всего Лукоиловские, конечно, Нижний Новгород и Волгоград. Да, вот, прежде всего, вот, снижение идет оттуда. Что я слышу от своих источников в российском правительстве? Вот, действительно, они ввели вот этот довольно истерический запрет экспорта с 1 марта. Они сказали, мы так, говорят, всегда делаем. Каждый год, говорят, делаем. Что они там нарешали? Что они хотели... Правительство немножко запаниковало и хотело это сделать сразу. Но в январе нефтяные компании сказали, нет, давайте подождем, может быть, Лукоил найдет там это оборудование, значит, и прям таких жестких мер не потребуется. Вывод. Вот, они ничего не нашли. То есть, если, соответственно, вот они... Это запрет экспорта бензина – это херовая мера для нефтяников. Они, как ты понимаешь, категорически против. Они зарабатывают, наверное. Ну, да. То есть, в каком-то смысле это такой фол последней надежды. То есть, если правительство это делает, то значит, ситуация с поиском оборудования на замену на вот этих всех поврежденных НПЗ, она прям плохая. Значит, им приходится прибегать прям к крайним комиссарским мерам таким. Вот что из этого... Слушай, ну вот они, как я упомянул, они говорят, что это довольно регулярная история, что это типа сезонная. Насколько это правда или нет? То есть, каждый раз так делают или действительно нет такого, что вот есть наступает весна и, значит, запрещаем продавать бензин? Нет, нет. Они совсем... Полный запрет – это довольно редкая мера. Они делали ее действительно осенью. Ну, тогда, помнишь, вот был такой большой ценовой кризис на бензиновом рынке и, ну, по сути, нефтяные компании распоясались и они решили вот на них так надавить этим хамером. Эта мера редкая, она на самом деле крайняя, вот именно прям такой полный запрет вообще экспорта, да. Она на самом деле крайняя. Если хочешь, я тебе могу нарыть огромное количество цитат из чиновников даже недавних относительно лет, где они говорили, что нет, это очень вредит инвестиционному климату, мы на такое пойти никак не можем. Понятно, что они сейчас будут говорить все наоборот, но еще раз, вот просто повторю, мера крайняя, очень невыгодная нефтяным компаниям, они очень против, а как мы знаем, они очень влиятельные, да. И раз уж против них вот так это делают, ну, значит, прям ситуация серьезная. Нет, слушай, 6% падения производства бензина – это много. Причем, еще раз, надо понимать, что если говорить о доле в высокооктановом бензине, то это еще больше, то там падение 15%, скорее всего, потому что именно вот этот каткрекинг лукоиловский, он не производит прямогонный бензин, он производит высококачественный 98-й, да. И вот, то есть, удар по высокооктановому рынку еще больше, то есть, это уже подтверждается цифрами. Поэтому, вот, товарищи украинцы, это оборудование, оно такое, вот эти установки, их как бы сложно не заметить. И они уникальны, единственны, их далеко видно на местности там и так далее. Поэтому, в принципе, вот видим, что эта тактика работает, и кроме того, они все западного производства, никто не будет поставлять запчасти там из-за санкций и прочего. Поэтому, вот эта вещь оказалась, бензиновая сфера оказалась такой очень-очень уязвимой сферой. Вот, что еще я хотел сказать про национализацию Челябинского электрометаллургического комбината. Это такая группа, эталон, она, по-моему, сейчас называется Урало-Сибирская группа, которые основали челябинские бизнесмены Антипов и Арестов еще в 90-е. Это Челябинский электрометаллургический комбинат, и они потом купили Кузнецкий и Серовский заводы ферросплавов. Это крупнейший производитель ферросплавов в России. То есть, вот это всякие ферросицилии, феррохром. Ферросплавы используются для производства высококачественной стали, которая во многом идет, в том числе, на военку. И это был такой частный холдинг. На самом деле, Урало-Сибирская группа, она входила в 200 крупнейших российских компаний по выручке. То есть, это крупный бизнес такой, очень. И они просто, понимаешь, что они делают? Вот мы видим, это уже система такая. Рольф отобрали у Сергея Петрова, ликвидировали Киви Банк. И банк не забрали, а забрали у него просто рынок платежный. А сейчас забирают ЧМК. То есть, они фактически уже начали просто тотальный отъем собственности у всех бизнесменов, которые с ними не связаны. Причем, чтобы они там не говорили про какие-то конкретные причины, обрати внимание, они подтекст используют каждый раз разный. С Рольфом это было то, что это собственник, значит, зарегистрирован в недружественной стране. С Киви Банком это какие-то непонятные претензии по финансированию терроризма. Как мы знаем, это очень часто используемое такое. С ЧМК это претензии к приватизации, которая была проведена в 90-е годы. И там не вопрос, что она была мутная, но тем не менее. Мне вообще, слушай, для меня вообще это новая страница. В том смысле, что, во-первых, мне уморительно немножко, потому что я помню, как, значит, такие люди, которые вроде как не совсем довольны Путином, при этом имеют отношение к бизнесу, при этом, значит, они говорили часто, что вот мы боимся каких-то оппозиционеров, потому что они, значит, придут и отменят итоги приватизации. И, значит, нам придется все сдать. И вообще это была такая большая дискуссия, приватизация до сюда. Ну вот вам потихонечку, да. Потому что, мне кажется, это такая открытие. Ну, если можно это сделать с этим заводом, а почему нельзя потом и со всем остальным? Почему нельзя использовать этот прецедент для того, чтобы национализировать вообще большую часть всего? Потому что мы видим, что у государства такая интенция явно есть. Ну, в общем, я бы на месте даже лояльных власти бизнесменов сейчас бы очень внимательно на этот кейс посмотрел. Особенно на арестованного человека. Да, они все дрожат абсолютно осиновым листом сейчас. И еще раз, то есть, вот видно, что это уже системный процесс. Раньше это можно было, понимаешь, объяснять. Ну, вот просто Ходорковский не платил налоги, условно говоря. Хотя все тоже не платили, но это там другой разговор. Сейчас вот нельзя так сказать, что это просто по какой-то конкретной причине, какой-то конкретный эпизод. Потому что идет прям лавина. Вот три подряд крупных бизнеса, значит, из верхнего списка, да, Рольф Киев. Причем Рольф-то что? Рольф не пользовался приватизацией. Это был автодилер, созданный с нуля. Он никакие приватизированные мощности не покупал. То же самое Киви Банк. Создали платежную систему ребят сами, как бы, которой пользовалось 15 миллионов человек, да. Вот это чисто... То есть, они реально уничтожают вот рыночные продукты, да, которые... Тот же, на самом деле, ЧМК вот эти ферросплавы поставлял на экспорт. Это одна из претензий, что они экспортировали их в недружественные страны, помогая, в том числе, производить западное вооружение. Кстати, хочу сказать, что это на самом деле так. Но не факт, что это плохо. На мой взгляд, скорее наоборот. Ну, то есть, видно, что процесс пошел прям... То есть, передел, черный такой передел идет прям полным ходом. Это говорит о том, что никаких инвестиций не будет. И это говорит о том, что осталось уповать только на госбабки, которые не только кончаются, но и как вот мы знаем по самолетной отрасли, которой мы сейчас перейдем с тобой, они еще и всходов не приносят. То есть, ты сеешь-сеешь деньги на поле Чемезова, а из них ничего не вырастает, да. Ну, вот самолеты очень ожидаемые. Надо сказать, прям предсказуемые, как апельсин. Новость, что все эти, значит, Суперджеты, МС-21 и Ту-214, все это откладывается на хер знает когда. И даже сам Чемезов вынужденно признал, что ничего не работает. Двигатель по Д-8, я так понимаю, не готовый. МС-21 из-за отечественных советских материалов утяжелился на 6 тонн. И теперь может меньше времени и на меньшее расстояние только летать. Ну, короче, ты знаешь эту тему, хорошо? А, да, я был в восторге вообще от этого всего, потому что, ну, потрясающе. Они такие, мы все сделали из отечественных. Блин, реально похоже на анекдот. Мы все сделали из отечественных, но оно теперь тяжелое и не летает. Супер, зашибись, отличный план. Да, и я могу просто порекомендовать, вот я делал у себя где-то год-полтора назад на канале такое большое видео-объяснялку, почему не работает импортозамещение в России. Посмотрите, но смысл в следующем, что в современном мире хороший продукт можно создать только путем международной кооперации. Нет, вот, то есть, в том же Боинге, там, из десятков стран компоненты, да, такого, что вы у себя прям будете делать вот прям все-все, ну, никто так не делает. Это мы же не в 14 веке уже, да. Следующий момент, что в такой системе, где везде, значит, всем рулят бюрократия и ФСБ, у всех все отбирают и всех сажают, ну, креативный никто не будет работать. Нет никаких стимулов для инновации, для конкурентоспособности, потому что ты что-то сделаешь, у тебя чекисты все отберут и тебя и посадят еще, да. Есть, наоборот, стимул просто прожирать бюджетные деньги и просить еще. Вот, кстати, как Чемизов все время и делает, это очень интересная история, вот как он создал этот Ростех, там, уже почти 20 лет назад, да. И, понимаешь, это по советской классике. Он все время приходит и говорит, вот у меня чуть-чуть не получается, вот мы уже близко, да. Но вот если мне дать вот еще денежек, да, значит, вот все мы там доведем, это все. И ему дают, и дальше результат, как говорится, на лице. Вот, вот так, это классика советской экономики. Посмотрите, вот тот мой видос, я все вот там объясняю. Но это не работает и не заработает, поэтому все эти путинские там замогильные обещания про 30-й год, ну, понятное дело, мы все это уже обсудили. Спасибо тебе большое. Я так понимаю, на этом все или есть у нас еще какие-то темы? Да нет, я просто хотел сказать, что там про нефть последнее, что нефть стоит 80 с чем-то, она ходит туда-сюда. Ну, то есть, надежд на то, что будет больше денег и все это вдруг откуда-то профинансируется, в общем, нету. Так что продолжаем вот смотреть этот затухающий сериал. Слушай, ты знаешь, я как-то несколько встречал целых публикаций про то, что какие-то большие проблемы у России с нефтяным флотом ее, что действительно его как-то подприжали. Давай в следующий раз с тобой обсудим поподробнее, если вдруг у тебя будет какая-то информация, что именно там происходит, насколько это разовая история, или действительно удастся в обозримом будущем решить эту проблему и лишить российский бюджет большого количества доходов. Обсудим, да. Я расскажу, там греческие владельцы судов очень сильно начали отказываться работать с Россией именно из-за давления и санкций. Все расскажу, но как бы общая мысль состоит в том, что чудо ждать неоткуда, какой-то резко дорожающей нефти, которая Путину принесет много денег, не будет. Поэтому, в общем, и будущее у него примерно понятное, но, к сожалению, продолжает вот все это тянуться. Спасибо тебе большое и до встречи. Всего доброго. Пока. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok